Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Буквально вчера вернулся из Москвы, где был на очень интересной конференции, православной конференции православных братств. И эта конференция имела общее название «Имеющие надежду». В течение двух дней мы говорили об этой интересной и важной добродетели. Выступала на этой конференции известный поэт-богослов Ольга Александровна Седокова, которая сказала очень интересную мысль, высказала, что в современном обществе, в современном мире надежда, наверное, самая сложная и самая трудновыполнимая добродетель православного христианина. Трудная она и сложная, потому что весь мир выступает против нее. Надежды рушатся одна за одной, современный человек часто остается в полной безысходности, опускает руки, надежда меркнет. Как выжить в современном мире, как в себе воспитать эту надежду, в чем заключается суть этой христианской добродетели, мы поговорим сегодня в нашей студии с настоятелем храма святого мученика Трифона, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Ну вот, преамбула была такова, что действительно крайне глубокий разговор вышел в Москве на эту тему. Говорили не просто с точки зрения катехизиса, надежды это то-то и то-то, говорили о современном состоянии вот этой добродетели. И действительно, мы ведь живем сейчас в эпоху, когда рухнули надежды на светлое будущее, рухнули, для кого-то рухнули надежды на коммунистическое, веселое, бодрое, замечательное будущее. Но и надо говорить, что не только у неверующих, у невоцерковленных эти надежды рушатся. Часто мы наблюдаем и видим, что некое упование отсутствует, некая надежда отсутствует и даже у христиан. Давайте, батюшка, напомним нашим телезрителям вообще, какова суть этой добродетели и почему, например, никакая другая из добродетелей не стоит в ранге трех главных. Вера, надежда, любовь. Почему церковь выделяет именно надежду, ну и, соответственно, веру и любовь? Ну, первое, что приходит на ум, это строки Писания, надеющиеся на Господа не подвижаться. То есть, Священное Писание и наша вера православная расставляют акценты таким образом, что надежда, она, конечно, должна быть в первую очередь на Господа. И хорошо вы заметили, что это неразрывное единство этих трех добродетелей веры, надежды и любви. Вот, готовясь к передаче, я как раз размышлял об этом единстве. И мне пришла такая мысль, пришла на ум, что вера и надежда, они взаимодополняющие и взаимопитающие добродетели. Получается, что мы надеемся только на то, во что верим. Ну и, соответственно, верим в то, на что можем иметь надежду, на что мы можем или уповать по-славянски. И, на самом деле, конец XX века, это переломная, очень болезненная эпоха для нашей страны. Надежды рухнули, как вы сказали, но надо понимать, что и вера, значит, в это была, на что рухнули надежды. И мне так видится, что в истории нашей цивилизации вообще общечеловеческой Господь очень часто рушит надежды на то, на что не нужно надеяться. Именно вот мы можем надеяться на капитал. Человек, который имеет богатство, он надеется на свой капитал, надеется на вклады, надеется... И, опять-таки, финансовые вопросы предоставляют широкий спектр, как обезопасить финансовые риски, куда можно вложить, чтобы... в недвижимость, и в фонды, и так далее. То есть это целая забота для человека. И тоже его вера получается, и тоже он там надеется на это. Кто-то надеется на здоровье, укрепляет здоровье, кто-то надеется еще на что-то. Но в перспективе вечности все эти надежды, скорее всего, рухнут. Как бы ты ни обезопасил финансовые риски, как бы ты ни обезопасил свое здоровье, в том числе страховками, может быть, какими-то, да, там, от несчастных случаев. В любом случае наша жизнь земная, конечно. Смерть — это то, от чего ты себя не обезопасишь никак. Ни финансово никак. И поэтому, наверное, тема смерти трудна для современного человека, потому что это то, что нельзя объехать, нельзя обезопасить, нельзя застраховаться от этого. И тут как раз встает вопрос о том, во что мы верим. Потому что если мы не верим Богу, не доверяем Богу, соответственно, не надеемся на Него, то все остальные веры и надежды наши разбиваются. Ну и если рассматривать связки с добродетелью любви, как высшей добродетелью, как исполнением и полнотой всех добродетелей, то надежда на деньги, надежда на себя, надежда даже на близких людей, она не приводит в перспективе к любви, к той любви, которую призывает Господь. Вот вы как священник, то есть общаясь с людьми. Я знаю, что вы преподаватель еще, кроме всего прочего, в аэрокосмическом университете. То есть вы имеете опыт общения как с воцерковленными, так и невоцерковленными людьми. Вот для наших именно православных, воцерковленных зрителей интересен, наверное, будет вопрос, на что надеется современный христианин. Вот мы сказали, что есть надежды ложные, есть надежды истинные. Вот для христианина какая может быть надежда ложной? Понятное дело, он верит в смерть, он понимает, что смерть ему не обойти. Но вот на что он, приходя часто в храм, надеется, чтобы нам вот это вот, для зрителей описать, вот это вот поле, пространство. В чем конкретно, когда человек приходит в храм, например, вот может он ходить 25 лет в храм, 30 лет в храм, а оказывается надежды его ложные, вот на что он надеется не так, как бы это надо было делать. Сложность вопроса в том, что зачастую я, наверное, и сам себе редко признаюсь. То есть на самом деле от ложных надежд и от ложной веры, заблуждения в вере не застрахован ни один человек, христианин и священник в том числе. Поэтому, наверное, тут правильнее всего и труднее всего будет из своего опыта как-то, наверное, описать. Что, приходя в храм и молясь Богу, мы часто ищем не Бога, а комфорта. В любых отношениях, межчеловеческих или наших отношениях с Богом, тут важен именно диалог, и важно чувствовать, ощущать, понимать, чего от тебя ждет тот человек, с кем ты строишь отношения. Также и в семье очень трудно идти где-то на уступки, и идти где-то против своей воли, но чтобы сохранить мир, сохранить любовь. И ведь Господь, Он порой очень безапелляционно от нас требует соблюдения чего-то. Или вот взять историю пророков, когда Бог говорил пророку, иди и скажи им, грубо говоря, что они свиньи, что они погибнут, что если они не покаются, они погибнут. Вот как проповедь Иоанна Крестителя, вот недавно посмотрел фильм, старый уже, середина 20 века, «Позоление, Евангелие от Матфея». Не сказать, чтобы он меня очень сильно впечатлил, но проповедь Иоанна Крестителя там очень хорошо показана. Я даже вот до этого не задумывался, насколько эти слова могли обжигаться. Потому что он с такой интонацией, итальянским таким темпераментом горячим, «Порождение эхидного!» Уже и секира при корне древа лежит. И вот на самом деле эти вещи ведь очень непросто сказать людям, что их срубят, если они не покаются, что они высохли. И самому, тем более, еще труднее самому признаться в этом, что иногда мы засыхаем, а засыхаем тогда, когда не стремимся исполнить волю Божию. И вот ложные надежды – это надежды на земное благополучие. Ложные надежды – это надежды на телесное здравие свое. Ложные надежды – это надежды на комфортное существование. Что у меня все будет, что у меня… Сейчас помолюсь, и все будет. Да. Господь же говорил, ищите прежде Царство Божие. «Ну вот, я его уже ищу, 15 лет я в храм хожу, и вот скоро-скоро у меня будут и земные блага, у меня будет богатство, у меня будет почет, процветание». И бывает для человека искушением, когда все это приходит, и падением, следствием падения. И самое сложное, и самое трудное, и правильное – это уповать на Господа. Но здесь нет никаких гарантий, кроме твоей любви к Нему в итоге. То есть все, к чему призывает нас Господь, это верить Ему, надеяться на Него и любить Его. И, конечно, без любви вот вера на Него и надежда на Него, они практически невозможны. Ну, то есть это такой фундамент. Это и фундамент, одновременно это и вершина. Это и, как в апокалипсе, это и начало, и конец. Это и начало, и конец. Трудно вот как-то это представить. Ну вот сейчас вы говорите, я знаете, какую еще одну ложную надежду вспомнил? Это такое очень удобное и такое чаемое современными христианами, что Господь может спасти меня без меня. Вот это вот такая надежда, что мне можно не работать. То есть духовно не напрягаться. Я устал сегодня, и поэтому вечернее правило так и быть не прочитаю. Но Господь меня и так любит. Помилует, да. И помилует. И тут очень важный аспект теряется, что... А в чем мой труд? Я мог посвятить это время, усталое время, на молитве, а посвятил своему отдыху и не приобрел ничего в итоге. То есть туда упование на то, что без меня все это произойдет. Так вот все-таки в конечном итоге мы подбираемся к главному ответу на вопрос, в чем же заключается настоящая надежда. Понятно, мы говорим надеяться на Бога. Но вот человек, который так рассуждает, он тоже надеется на Бога. Но есть ощущение, что эта надежда ложная. Какова же суть вот надежды? Она... Она действенная, наверное, должна быть. Она не просто, да, словесная, а именно действенная надежда, которая действием своим подкрепляет веру, подкрепляет умственное какое-то упование. Или доказывает любовь. Ну, и проявляет любовь тем самым. Поэтому важно, и Святые Отцы Евангелия, Новый Завет нам подчеркивает, что необходимо... Вера без дел мертва. Необходимы еще и дела по вере. Иначе вера, ну, значит, и надежда будет мертва. Очень часто происходит такое, да, духовное выгорание в людях как раз из-за того, что не проявляли они тех действий, которые должны были проявить. Вот выдался случай, кто-то обратился к тебе за помощью, там, помочь в строительстве, там. Ну, или не руками, то финансово, не финансово, так помолиться. И часто мы этот момент упускаем, говорим «хорошо, потом». Но вот момент упущен, и потом уже не наверстать его. И вера оскудевает из-за этого. А еще очень распространенный момент, в чем христиане часто тоже недонадеются. Это как раз то, что касается смерти, возвращаясь к смерти. Потому что очень часто на отпевании приходится слышать от людей, которые характеризуются как христиане, что, ну, вот и все, пришла смерть. И очень такое уныние и печаль о том, что уже ничего не вернешь, что это конец. И вот слова апостола Павла, которые читаются на отпевании, они проходят как бы даже не касаясь, что не убивайтесь, как будто не имеете упования. Вот тоже надежда, это в том числе и наше упование на то, что жизнь, она вечная. Ну, это сродни, я считаю, упованию на Бога. И тоже в строке Псалтири приходит на ум. Не надейтесь на князи, на сына человеческие, в них нет спасения. Вот это критерий, наверное, истинности наших надежд. Что было с коммунистическим режимом? Уповали на князи, на сына человеческие. Что кто-то там, вождь или лидер, там, или партия, что по сути люди. Приведут страну, нас всех к светлому будущему. И эти надежды разбились, и эта вера разбилась, потому что уповать на людей... Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князя. Кто избавит от смерти? А Бог даже от смерти может избавиться. И вот эта христианская благая весть бессмертия, вечной жизни с Богом, она в первую очередь раскрывается именно человеку верующему, надеющемуся на Господа, что у меня нет доказательств того, что я воскресну. У меня нет физических ощущаемых доказательств того, что жизнь будет вечно продолжаться, и могила не скроет меня навсегда во тьму. Но надежда на это есть, потому что есть вера в Бога, и любовь хоть чуть-чуть уповаем, что и любовь к Нему тоже есть. Вот вы сейчас говорите, на вот этой конференции в Москве очень интересно было сказано, я уже сейчас не помню, кто это конкретно сказал, но фраза была, меня она зацепила, очень понравилась. Звучало, например, так. Мы должны, долгое время мы надеялись на светлое будущее, и именно это наша такая фатальная ошибка, потому что надо надеяться не на светлое будущее, а надо надеяться на свет с большой буквы, который во тьме светит, ведь тьма его не может обнять, не может его победить. Я напомню для наших телезрителей, что это цитата «Евангелие от Иоанна», и под светом понимается, безусловно, Господь Бог. Так вот, у нас не так много времени до конца эфира остается, чтобы просто успеть действительно все резюмировать, чтобы не было так, что беседа прошла, растекаясь мыслью под реву. Мне кажется, вот опять-таки из беседы с вами, я в очередной раз в этом убеждаюсь, что надежда — это умение видеть смысл. Поясню, что это значит. То есть за каждым событием, за каждой ситуацией видеть Бога. Только этот момент, только это умение, способность, возможность как раз дает понимание того, что все в надежных руках. Ведь надежды, которые рассыпаются, если мы немножко перефразируем, да, человек, который приходит в храм с абсолютно рухнувшими надеждами, это человек, который потерял смысл, смысл жизни. То есть он не видит руки Божьей в том или ином действия, поступки, ситуации, обстоятельств и так далее. И не видит смысла продолжения своего существования. То есть вот когда нет веры... То и надежды нет. Это понятно. Что происходит с человеком, когда в нем нет веры? Вот когда нету надежды, рождается уныние, я думаю, депрессия, отчаяние. Когда нету веры, я думаю, что рождается цинизм. Ну, то есть есть абсолютное ощущение того, что все исчерпывается этим земным бытием. Ничего того, что я не могу пощупать, ничего того, что я не могу увидеть, не существует. И, соответственно, это очень такая позиция циничного человека. Человека, который... Душу не могу пощупать, значит, нет ее. Любовь, что-то... То есть мы и видим эти рассуждения. Мне кажется, это тоже прикрытие отчаяния некого. Тоже уныние. Просто... Если просто человек унывает, но это болезненное состояние, и цинизм, он очень прикрывает это состояние, помогает как бы выжить, на самом деле. Это просто маска. Почему-то мне вспомнилось Евангелие, которое воскресное было, и апостол Фома говорит, если я не вложу в раны Христа своих пальцев и руку в ребра его, то я не ему веры, не поверю. Это не цинизм, это вот тоже вопль отчаяния своего рода. Но ведь Христос приходит и говорит, вот смотри, вложи. То есть вот на самом деле иногда вера, она становится осязаемым. Или как горчичное зерно. То есть то, что можно потрогать. Зерно, оно уже дает веру, но еще неизвестно, вырастет ли что-то из него. И вот надежда, наверное, это то, что проращивает это зерно, и когда уже бывает древо, то вселяются птицы, это уже образ, я думаю, любви какого-то, единения. А такой вопрос, Бог может надеяться? Я думаю, да. В первую очередь, как мне понравилась фраза Антония Сурожского, что один человек заявлял, что я не верю в Бога. И он ему сказал, ну это ничего страшного, что ты в него не веришь, главное, что он в тебя верит. И это поменяемо представление этого человека. На самом деле, важно, наверное, каждому знать, что Бог в тебя верит и надеется на тебя, что ты справишься с жизненным путем, который он тебе уготовил, и войдешь в его царство. Но у Бога ложной надежды не бывает. Нет. А встает вопрос тогда, в чем содержание вот этой божественной надежды. То есть то, на что он надеется, это понятно. Почему она в принципе возможна, эта надежда? То есть почему мы говорим, что Господь не знает, вот, что ты сможешь? А почему мы говорим, что он верит и надеется? Ну, с нашим выбором свободным он связан, конечно. Потому что мы можем, конечно, и подвести Христа, сделать по-своему, навредить себе, но он, да, поэтому не знает, надеется, что мы сделаем выбор, его выбор. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Такая армейская команда. Делай, делай, как я. Повторяй за мной. И это очень важно, чтобы этот опыт был у нас в общинах, в церкви, потому что без этого, без этого опыта, надежды, опыта веры, можно обесценить любые хорошие вещи, молитву, и богослужение церковное. Очень многие к этому приходят, к разочарованию некому, потому что само по себе, сама по себе молитва или церковное богослужение, это лишь путь, помогающий раскрыть веру и надежду, но без дел конкретных, дел маленьких шажков, вечернего правила, утреннего правила, милостыни посильной, милостыни, необязательно материальной, помощи своими руками, ближним. Невозможно укрепить веру и надежду, можно потерять. Бочка, у нас совсем мало времени до конца эфира остается. Вопрос просто на размышления, на то, как вы думаете, а не то, как говорит, допустим, официальная церковь. Возможно ли общая надежда? То есть вот то, что мы видели с вами, когда целая страна, целый народ надеялся на светлое будущее. Вот возможно ли такая общая надежда или это, в принципе, явление противоестественное? Я думаю, что если говорить об общей надежде, то она возможна в христианских общинах, как именно в нашем единодушном устремлении к Богу и надежде на Него. То да. Но это очень труднодостижимо и, как покажет история, практически недостижимо. К сожалению. Но мы, каждый, на своем месте должны стараться в себе, в первую очередь, явить эту надежду, эту веру, эту любовь, чтобы другому человеку стало светлее и понятнее. Спасибо, батюшка. Наша передача на сегодня подходит к концу. А резюмируя все сегодня сказанное, дорогие братья и сестры, просто подытожу. Действительно, надежда, это, общей надежды быть не может. Как раз, когда рухнула общая надежда целой страны, целого народа, каждый остался наедине со своим личным упованием. И это всегда вызов к своей личной жизни. Какими смыслами эта жизнь наполнена? На что человек надеется? На что он действительно уповает? где сокровище ваше, там и сердце ваше, говорит Священное Писание. Давайте вот на сегодня этот вопрос для себя, по крайней мере, оставим открытым. Где сокровище мое? Пусть этот вопрос постоянно сквозит через жизнь каждого из нас. Тогда и только тогда мы можем с вами действительно ответить на вопрос, а на что надеюсь я и в чем мое упование. Храни всех вас Господь. Спасибо, что сегодня были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok